Это значит, что вы спешите. Это значит, что вы сильно торопитесь. Что ж, вы должны понимать. Здесь есть много аспектов, но эти термины родом из другого времени. Любовь с первого взгляда — вот о чем вы говорите, верно? Любовь с первого взгляда одно время случалась очень часто, когда представители противоположных полов не виделись ежедневно. Обычная сцена из английского прошлого. Вы видели девушку только когда она садилась в карету с родителями, и вы просто посмотрели на нее, а она посмотрела на вас вот так — бум! «Как гром среди ясного неба». Сейчас же она гуляет с вами, разговаривает с вами, учится с вами. Сегодня для этого нужно некоторое время. И хорошо, что для этого нужно время. Чем больше времени на это уйдет, тем лучше. Итак, такого рода термины пришли из другого времени, когда между полами не было контакта. Первая девушка, которую вы видели — бум! Итак, вас может тянуть к определенному человеку. Это другое. Но здесь, по сути, лишь недостаток общения. Если у вас будет достаточно непосредственного общения, вы сами увидите, что будете просто внимательно смотреть на кого-нибудь, и уже не будет этого бум. Вы не станете торопиться, и это хорошо. Хорошо, что вы не торопитесь, чтобы сформировать правильные, крепкие отношения, которые будут длиться долго. Желители, вы строите отношения, потому что думаете, что в чем-то двое лучше, чем один. Не так ли? Два может быть лучше, чем один для вас, но вы можете стать обузой в отношениях. Да? Итак, прежде чем строить серьезные отношения, во-первых, просто посмотрите вот на это. Достаточно ли это хорошо для всего на свете? Потому что молодость — это время, когда вы должны выстраивать себя. Не торопитесь жить. Не спешите жить, когда вы должны расти. В штате Теннонад на юге Индии, среди фермеров, особенно среди тех, кто выращивает манго, распространена следующая мудрость. Если посадить саженец манго, то через 12-14 месяцев, когда наступит сезон, он зацветет. Но вы увидите, что фермер благоразумно сорвет все цветы, потому что, если вы позволите дерево плода носить, оно даст один или два плода в самый первый сезон. И такое дерево уже никогда не сможет вырасти в полный рост. Поэтому первые три года все цветы срывают. Вы позволите дереву дать плоды, только когда оно станет достаточно сильным. И так есть время для роста, и есть время для жизни. Если вы попытаетесь жить слишком рано, то увидите, что роста не произойдет, потому что с легкостью рост происходит только в определенное время. Позже. Не то чтобы роста уже не было, но он станет более трудным, потому что жизнь будет отвлекать вас различными способами. Когда вы молоды, когда вы учитесь, это время расти на всех уровнях. Физически, умственно, эмоционально, энергетически, вы должны развить себя максимально и уже тогда пытаться жить. Если вы попытаетесь жить слишком рано, то вы не вырастите в полную силу, если вы не представляете собой ничего особенного. Если человек, с которым вы встречаетесь, растет, он будет смотреть на вас и удивляться, и как я мог застрять с этим человеком. Да? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!